Сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета с символикой Чувашской Республики и изображением третьего космонавта Андрияна Николаева. Таким образом, Роскосмос начинает новый проект по дизайну космических кораблей. Говоря современным языком, брендировали ракеты и раньше, а изображения напоминали о памятных датах истории России и мира. Теперь запуски будут посвящать людям и регионам. Почему Чувашия полетела в космос первой, и правда ли, что те, кому удалось увидеть своими глазами старт ракеты, этого не забудут никогда? Моя коллега Надежда Яковлева сегодня вернулась с Байконура и признается, что теперь ей снится рокот космодрома. Вода, кислород, продукты питания, оборудование и аппаратура для технического обслуживания бортовых систем. Задача этого грузового корабля – доставить до космической станции более двух тонн груза, необходимого для жизни и работы космонавта. Корабль «Прогресс» создавался для этих целей и используется уже не первый год. Но каждый отличается внешней символикой. Конечно, на то, как пройдет полет, эти рисунки не влияют. Но сколько гордости у тех, кто причастен. С этого года «Роскосмос» приняло решение наносить на космические корабли символику регионов. Таким образом, госкорпорация вносит свою лепту в развитие внутреннего туризма. Работники госкорпорации не скрывают, что с любопытством наблюдали за своеобразным соревнованием. Сразу несколько регионов изъявили желание участвовать в проекте. «Чуваше» оказалась первой. Ракета с символикой нашего региона готова к пуску. Помимо надписи «Чуваше» на ракету нанесено изображение третьего советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Андриана Николаева. А все мы помним, каким он был чистым, каким он был искренним, настоящим героем своего времени и времени, но и нашей доброй памятью всего нашего народа. Поэтому для нас это вдвойне приятно. Соглашение между Чувашской республикой и госкорпорацией «Роскосмос» было подписано на Международном экономическом форуме в Петербурге. Именно тогда были определены основные направления сотрудничества и компании, которые примут участие в реализации проекта. Работаем. Там есть важное для нас предприятие, которое подставляет для самарского региона Космического центра «Прогресс» новые станки инфляционной сварки. Компания «Сэрский» здесь тоже. Стартовая масса корабля более 7 тонн. Уже через 8 минут 49 секунд корабль разделился и лишился большей своей части. Раскрыл солнечные батареи и антенны. Все манипуляции в штатном режиме. Ракета-носитель «Союз-2.1А» успешно вывела российский космический корабль на околоземную орбиту. На пуск ракеты обычно приезжает очень много туристов. Но с весны прошлого года действуют ограничения из-за пандемии. Попасть на Вайконур могут лишь небольшие группы после сдачи всех необходимых анализов. Для Чувашской делегации сделали исключение. Нам позволили осмотреть спусковую установку после пуска. Особенность этой ракеты то, что она в старте висит. Если ракета стоит, то всей массой своей она давит на старт, и нижняя часть должна быть очень мощной. А когда она висит, нагрузка распределяется равномерно. Впрочем, работа здесь не останавливается даже после того, как смолк грохот ракетных двигателей, а корабль скрылся из вида. Как только остывают металлические конструкции, их начинают готовить к следующему пуску уже 5 августа. Надеюсь, что когда-нибудь я вернусь сюда и не просто с экскурсией работать. Поездка оставила внутри нас всех частичку влечения, частичку страсти к космосу. Поскольку космодром Байконур – это то место, где сконцентрированы лучшие умы нашей страны. Стыковка грузового корабля с космической станции запланирована на 2 июля. Если все пройдет в штатном режиме, это произойдет автоматически. Надежда Яковлева, Юрий Марков, «Республика». Стабилизация изделия устойчивая.